Книга «Открытый Моком», том 4. Тема природа. Вопрос 1325. История человечества насчитывает 7500 лет. 7508 лет от творения Адама до Рождества Христова. А история растительного и животного мира. Можно ли допустить, что все это существует миллионы лет? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Согласно исследованиям, какие ведутся во всем мире, так называемые ученые мужи очень четко доказывают, что растительный и животный мир существуют миллионы. Библия об этом ничего не говорит, но дает основания и согласиться с этим мнением. 2 Петра 3.8. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что Господь один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. Солом 38.6. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно совершенная суета всякий человек живущий. На наше спасение никак это не влияет, что означает один день творения. Описанный в книге Бытия мы можем четко и твердо сказать «Не знаю, Библия в этом молчит». Солом 131. Господи, не нанмевало сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня и недосягаемое. Как стало известно не очень давно, растениям чудное свойство дано. Когда ароматы они источают, то запахом этим себя защищают. И этот приятный для нас аромат содержит в себе тот губительный яд. В нем погибают микроорганизмы, бактерии те, что опасны для жизни. Итак, те цветы, что вокруг нас растут, живительный запах для нас создают, а вредным бактериям смерть причиняют, тем самым и пользу людям доставляют. Теперь я желаю напомнить о том, что Павел сравнил благовесие с цветком, который вокруг аромат изливает и запахом души людей исцеляет. И тот, кто живительный запах вздыхает, приток новой силы в себе ощущает, той силы, что зло и грехи побеждает, той силы, что радость и бодрость рождает. Но кто-нибудь может при этом сказать, коль так, почему же благовестью внимать теперь не хотят, очень многие люди и многие Божьего Слова не любят? На это отвечу словами Христа. Кто делает зло, тем нужна темнота, а не потому от Христа убегают, что слово его злой грех осуждает. Зачем же им нужен святой аромат? Им нравится воздух, клетворный и смрад, в котором всегда нечистивцы скрывали поступки, лишенные всякой морали. Кто воздухом чистым желает дышать, тот будет в себе каждый день умершлять нечистую похоть, греховные страсти, чтоб грех не имел над душой его власти. И так будь готова, сестра и ты, брат, всегда средь людей источать аромат, который духовно больных исцеляет, в котором микробы греха погибают.